ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сегодня становится все хуже и хуже. Жизнь все хуже и хуже. Давайте посмотрим. Мы в регионах сегодня имеем огромный государственный долг. Вот на 1 февраля этот долг составляет 2 триллиона 320 миллиардов рублей. Правительство прилагало определенные усилия для того, чтобы государственный долг регионов нивелировать. И весь год говорило нам о том, благодушствуя, что в регионах профицитные бюджеты. И тут в декабре рвануло. Как рвануло? В декабре дефицит бюджетов регионов составил 514 миллиардов рублей. Государственный долг резко вырос. 127 миллиардов рублей. Это государственный долг, который получился от взятия кредитов регионами в коммерческих банках. 127 миллиардов рублей. Вздумайтесь в эту цифру. То есть то, что пытались нивелировать, сделать не удалось. И получается, что регионы все глубже и глубже падают в долговую пропасть. В чем дело? В чем причина? А причина в том, что наше государство проводит неразумную межбюджетную политику. Налоги. Вот 2001-2002 год. Была такая пропорция 50 на 50. 50 процентов налогов уходило в федеральный центр, 50 процентов оставалось в регионе. Сейчас, если 30 есть, то хорошо. А на какие средства регионам можно и нужно выполнять свои полномочия? Вот в декабре настал час расплаты, когда нужно было платить по своим обязательствам. Вот и выросли все дефициты бюджета и кредиты и государственный долг. Так вот, нужно сегодня менять межбюджетную политику. Кстати, сейчас идет в правительстве работа по изменениям в государственные программы. И уже профильные комитеты эти программы получают. То есть программу мы должны привести в соответствие, наверное, с настоящим моментом, с действующей экономической ситуацией, которая сегодня у нас сложилась. И вот в числе этих программ есть программа государственная, которая касается именно финансовой судьбы регионов. Это программа, которая звучит так, примерно так. Управление, эффективное управление государственными финансами в регионах. Вот по этой программе сегодня нужно вносить кардинальные изменения. И в развитие федеративных отношений, это тоже одна из частей этой программы, тоже нужно вносить. И нужно менять сегодня налоговые пропорции. Разбалансированность бюджета сегодня приводит, искусственная разбалансированность приводит к патовой ситуации в регионе. К патовой. Что можно сделать в этой ситуации? Ну, во-первых, изменить налоговую политику. Во-вторых, поменять подходы к межбюджетным трансфертам. Что мы сегодня имеем, как говорится, в сухом остатке? Мы имеем то, что регионам выставляют условия заранее практически невыполнимые. Поэтому субсидии, которые получают регионы по государственным программам, эти субсидии просто не осваиваются. Причем поступают эти субсидии зачастую где-нибудь к декабрю, когда же это какой регион, сумеют это освоить. И поэтому, естественно, деньги возвращаются. Остается федеральный бюджет в шоколаде, а значит регионы, как говорится, с носом. У нас есть программа КПРФ, которая поможет наполнить бюджет, которая поможет сегодня стабилизировать и сбалансировать бюджеты регионов. И мы бы очень хотели, чтобы правительство прислушалось к нашей программе. Я сегодня уполномочен от имени фракции КПРФ в Государственной Думе сделать заявление о том, что наша фракция сегодня на пленарном заседании не будет голосовать, вернее, будет голосовать против законопроекта, который рассматривается в третьем чтении. Номер его 46023-7, который меняет 23-ю главу налогового кодекса второй части. И если в первом чтении этот законопроект предусматривал просто определение конкретной налоговой базы в доходах, в процентах по обращаемся российским облигациям, в ходе второго чтения была внесена поправка, которая обеспечивает определенно и подчеркнул большие льготы для тех самых физических лиц, проживающих в Российской Федерации, на которых распространяются санкции западных государств. Это государственные санкции или санкции союзных государств, как ЕС, а также каких-то международных мер. Первая попытка, если вы помните, принять такой же подобный законопроект, был в 2014 году, во второй половине. Закон был внесен единородством по Невежским, в первом чтении проголосовали, а потом уже общественность поднялась против этого закона, потому что закон предусматривал компенсацию затрат урона наших физических лиц в зависимости от того, что санкции были применены к их активам, которые находились за границей. Так вот, нынешний законопроект практически повторяет те же самые нормы и предусматривает, что физическое лицо, проживающее Российской Федерации, если он является резидентом зарубежного государства, может написать заявление в Федеральную налоговую службу и снять с себя, как бы, статус налогоплательщика в Российской Федерации, то есть перестать быть налоговым резидентом Российской Федерации. Это, в общем-то, действительная потеря для бюджета Российской Федерации, тем более, предусматривается и вторая сторона вопроса. Так как офшоры действуют, то он имеет, так же, вернее, получает право не предъявлять отчет в Федеральную налоговую службу по своим офшорным доходам, таким образом получается непрозрачными, закрытыми доходы, которые они имеют в офшорных зонах. Ну и третье, самое удивительное, закону придали, вернее, хотят придать обратную силу. Вот эти два предыдущих положения, о которых я говорил, они, начиная действовать с 1 января 2014 года, таким образом выбирают те самые положения, которые были предусмотрены в предыдущем законе, который первое чтение прошло, а дальше уже Государственная Дума не рассматривался. Мы считаем, что, во-первых, нет финансово-экономического обоснования законопроекта, конкретно не знаем, сколько мы теряем, что, что, ничего не приобретаем, мы хорошо знаем. Во-вторых, нет и отзыва правительству по этому вопросу, а законопроекты, когда рассматриваются в Государственной Думе, согласно регламенту, положено, чтобы был обязательно отзыв правительства Российской Федерации, а также было финансово-экономическое обоснование. Таким образом, мы считаем, что принятие этого закона наносит существенный ущерб, урон федеральному бюджету, тем более, если говорить о доходах физических лиц, то они, как вы знаете, распределяются по регионам, по бюджетам регионов и органам местного суммопополения. Их, к сожалению, при подготовке данного законопроекта тоже не приняли. Поэтому мы будем голосовать против, тем более, сейчас они спешат, потому что вы знаете, что с 1 апреля заканчивается срок предоставления декларации, если этот законопроект не принимать до 1 апреля окончательно и не вести в действие, тогда они потеряют, по сути дела, свои льготы по 2014 году. Поэтому наша фракция КПР в Государственной Думе будет голосовать против принятия данного законопроекта, потому что в нынешних условиях, вот моя коллега Вера Анатольевна говорила о том, что пенсионерам мы урезали все льготы, работающим пенсионерам отказали в индексации пенсии, хотя это у них мизерная пенсия. Мы лишили, по сути дела, всех льгот ветеранов труда в субъектах Российской Федерации. Идет наступление на многие-многие другие категории вот тех самых людей, которые действительно нуждались бы в поддержке федерального бюджета. Спасибо за внимание. На этом я завершу.